Уважаемые друзья, всем доброго дня! Тут в моей телеграм-группе многие пользователи голосуют за предложение для того, чтобы для торгового робота VR Lollipop сделать возможность увеличения шага между позициями. То есть выдвинуть такое предложение. И мне проще записать видео, показать и объяснить, почему это не будет работать. Для тех, кто в телеграм-группе, ну и для тех, кто любит посмотреть на ютубе всякие интересные видео, про торговых роботов, про торговые стратегии. И поэтому я вот открыл терминал MetaTrader и сейчас все продемонстрирую. Итак, меня Владимир зовут. Я занимаюсь разработкой торговых роботов уже больше 15 лет. Поэтому чуть-чуть в этом знаю и делюсь своими знаниями и опытом на вот этом ютуб-канале абсолютно бесплатно. Поэтому, если вы еще не подписаны, рекомендую подписаться. Не пожалеете, во всяком случае. Итак, себя я выключил, убрал. Вот он график. Сейчас я с помощью индикатора. У меня для всех этих математик, для всех этих просчетов есть специальный индикатор. Я его для этих целей и писал. Который помогает рассчитать абсолютно любые варианты развития событий. Калькулятор VR Calculator Martingale. Называется, это моя разработка. Вот она, вот она. Можно на моем сайте скачать, поюзать и сделать свои математические расчеты. Итак, вот у нас текущая цена. Я могу менять цену так, как мне нужно. И теперь давайте мы рассмотрим, что будет происходить, если мы будем позициям раздвигать дистанцию между позициями. Вот так. Так. Четыре позиции будет достаточно. Уважаемые друзья, смотрим внимательно. 0.1 в сети. Я беру классику увеличения в два раза, чтобы было понятно, что будет происходить. Так. 0.2, 0.4, 0.8. Сейчас дистанция между позициями примерно одинаковая. Теперь эти позиции я связываю в одну сеть под символом А. В одну группу, чтобы они усреднились. Вот она, средняя цена, при достижении которой все вот эти четыре позиции будут закрыты в ноль. За счет того, что верхняя позиция имеет самый большой лот. То есть, если бы это было в реале, то есть открыли сел, села пошла откатываться. И вот на вот этой отметке, примерно 1.26.164, вот эту всю сеть можно было бы закрыть в ноль. Там, ну, небольшой минус, небольшой плюс. Так вот, теперь давайте перейдем к дистанции. Почему нет смысла увеличивать дистанцию с шагом между позициями? Смотрите, как только мы увеличиваем позицию, шаг позиции, у нас общий тейк профит, он отдаляется от текущей цены. От текущей цены. Как бы так поточнее показать, чтобы было более понятно, более наглядно. Ну, давайте так возьмем, вот примерно, да. То есть, сейчас мы находимся в этой точке 1.26.097, при которой вся сеть закроется. А в случае, если бы мы как-то увеличивали шаг, делали его больше, то в результате получается, что общий тейк профит, он будет дальше от текущей цены. То есть, ну, от последнего открытого большого, большой позиции. То есть, вот от этой позиции тейк профит у нас дальше удалился. Сколько получается? 378 пунктов. Если мы сделаем еще дальше, и это мы сейчас смотрим всего лишь на 4 позициях. Если мы сделаем еще дальше, то уже идет 406. Соответственно, исходя из этой логики, чем больше шаг между позициями, тем очень сильно сокращается вероятность того, что мы на небольшом откате схлопнем всю эту сеть. Как вариант, в одних своих исследованиях, тестах, я проводил эксперимент, и эта штуковина отчасти работает. Что если мы наоборот уменьшаем дистанцию между позициями, тогда, смотрите, видите, у нас получается, что до средней цены, до тейк профита 150 пунктов. И вот уменьшать дистанцию наоборот выгоднее, чем увеличивать. Потому что вероятность закрыть всю эту сеть против тренда намного лучше, намного больше, чем если мы увеличиваем дистанцию. Почему я не внедряю такой метод своих торговых роботов? Дело в том, что мы не знаем, насколько будет большой тренд. Чем больше позиции, тем больше загрузка на депозит. И мы не знаем, в какой момент будет этот откат. Уменьшать дистанцию можно до беспредела. То есть, потом позиции могут открываться каждый пункт, что не есть хорошо. При хорошем вот таком росте, когда позиции открываются через один пункт, это может принести хорошие убытки и слив депозита моментально. Особенно, если у нас есть еще какое-то увеличение лота. Делать какую-то минимальную дистанцию 10, 15, 20 пунктов и не меньше. Ну, тоже себе такая идея, которую нужно проверять, тестировать. Но я сомневаюсь, что она даст какой-то свой положительный эффект. Поэтому в советнике Smart Grid было вот это реализовано, что можно было увеличивать и уменьшать дистанции до определенного пункта. А уже в торгового робота VR Lollipop я не стал переносить эту функцию, этот метод. Потому что не даст она того результата, который нам нужен, того эффекта, который нам нужен. Все, уважаемые друзья. Надеюсь, вы получили достаточно интересной информации для размышления. Тут есть над чем, кстати, подумать. Очень часто трейдеры думают только на один шаг, на один ход. Вот что сделать на один ход? Вот дальше увеличивать дистанцию. А вот второй шаг, трейдеры почему-то не углубляются, не додумывают, что будет дальше, что будет на третьем шаге. То есть второй шаг, когда мы увеличивали, и следующий, а куда же у нас уйдет средняя цена? Мало кто думает. Для того, чтобы иметь такое понимание, просчитывать вот эти шаги поведения торговых роботов, для этого я рекомендую большинству трейдеров, кто серьезно занимается, профессионально занимается трейдингом, учить язык программирования. Он легкий, простой, ничего сложного там нет. И проводить свои эксперименты. То есть когда человек думает, когда трейдер думает, что вот эта вот стратегия должна приносить миллионы, там 2-3 часа собрать какой-то программный код, основу, без всяких там дополнительных проверок, просто чтобы это запустить. Для этого нужно там 2-3 часа. После того, как запускается, трейдер уже дальше видит, что не додумал, что вот дальше события развиваются так, как себе и даже не представишь. И уже дальше рождаются следующие идеи, как нивелировать какие-то негативные события. В общем, друзья, на этом все. Если вдруг у вас есть желание создавать, разрабатывать вот такие вот калькуляторы торговых роботов, индикаторы и другие приложения, у меня есть курс программирования. Ссылка будет под данным видео. Так что можете сами браться, учить язык программирования и писать торговых роботов, индикаторы, калькуляторы, все делать абсолютно сами и не делиться ни с кем никакими своими идеями. Благодарю вас за внимание. Всем успехов, всем профита.